Четвертая книга Моисея, числа, глава восемнадцатая И сказал Господь Аарону, Ты и сыны Твои, и дом отца Твоего с Тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. И Ты и сыны Твои с Тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве Вашем. Также и братьев Твоих, колено львийно, племя отца Твоего, возьми себе, пусть они будут при Тебе и служат Тебе, а Ты и сыны Твои с Тобою будете при скинии откровения. Пусть они отправляют службу Тебе и службу во всей скинии, только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы не умереть и им, и вам. Пусть они будут при Тебе и отправляют службу в скинии собрания, все работы по скинии, а посторонний не должен приближаться к Вам. Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых. Ибо братьев Ваших левитов Я взял от сынов Израилевых и дал их Вам в дар Господу для отправления службы при скинии собрания. И Ты и сыны Твои с Тобою наблюдайте священство Ваше во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесою, и служите. Вам даю я в дар службу священства, а посторонний, приступивший, предан будет смерти. И сказал Господь Арону, вот я поручаю Тебе наблюдать за возношениями мне от всякого посвящаемого сынами Израилевыми, я дал Тебе и сынам Твоим ради священства Вашего уставом вечным. Вот что принадлежит Тебе из святынь великих, от сожигаемого, всякое приношение их хлебное, и всякая жертва их за грех, и всякая жертва их повинности, что они принесут мне. Это великая святыня Тебе и сынам Твоим. На святейшем месте ешьте это. Все мужского пола могут есть. Это святынею да будет для Тебя. И вот что Тебе из возношений даров их. Все возношения снов Израилевых я дал Тебе, и сынам Твоим, и дочерям Твоим с Тобою уставом вечным. Всякий чистый в доме Твоем может есть это. Все лучшее из елея и все лучшее из винограда и хлеба, начатки их, которые они дают Господу, я отдал Тебе. Все первые произведения земли их, которые они принесут Господу, да будут Твоими. Всякий чистый в доме Твоем может есть это. Все заклятое в земле Израилевой да будет Твоим. Все разверзающее ложесна у всякой плоти, которую приносят Господу из людей и из скота, да будет Твоим. Только первенец из людей должен быть выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено. А выкуп за них, начиная от одного месяца, по оценке Твоей, бери выкуп пять сиклей серебра по сиклю священному, который в двадцать герр. Но за первородное из валов и за первородное из овец и за первородное из коз не бери выкупа, а не святыня. Кровью их окропляй жертвенник и туг их сжигай жертву в приятное благоухание Господу. Мясо же их Тебе принадлежит, равно как грудь возношения и правое плечо Тебе принадлежит. Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю Тебе и сынам Твоим и дочерям Твоим с Тобою уставам вечным. Это завет соли, вечный пред Господом, данный для Тебя и потомства Твоего с Тобою. И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет Тебе между ними. Я часть Твоя и удел Твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия, вот, я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скини собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скини и собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скини и собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела. Так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят приношение Господу, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я вам, между сынами Израилевыми они не получат удела. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины. И вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое от точила. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу из всего лучшего освящаемого. И скажи им, когда вы принесете из всего лучшее, то это вменено будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое от точила. Вы можете есть это на всяком месте, вы и семейство ваше, ибо это вам плата за работы ваши в скинии собрания. И не понесете за это греха, когда принесете лучшее из всего, и посвящаемого сынами Израилевыми не оскверните и не умрете. Продолжение следует...